Hola, buenos dias from Argentina. Вы на канале Crypto Commons. Недавненько я не выходил в эфир, слушайте, сори, у меня был джетлаг после перелета 20-часового. Короче, погнали, что тут происходит с биткоином, посмотрим, обсудим. Также пройдемся по нескольким альткоинам, поэтому пиндюривайте лайк сразу, если вам нравится такой контент, и проверьте подписочку на наш канал. Погнали! Ну что, биточек у нас с вами, ребята, начинает отыгрывать эту бычью дивергенцию, о которой мы с вами говорили уже много-много раз за последние видосы. Как вы можете видеть, у нас тут была бычья дивергенция на потенциальном дне этого рынка, и мы уперлись в поддержку экспоненциальную, которую тестировали вот здесь на ковид-дампе и вот здесь на дне рынка. Но здесь, кстати, на предыдущем дне рынка у нас не было бычьей дивергенции, у нас был... Хотя, если вот так вот посмотреть, то можно сказать, что она была. Но в целом была очень похожая формация, в плане того, что мы очень низко ушли от средних значений, как это происходит сейчас. То есть, по всей видимости, мы все еще рисуем продолжительное W с возвратом к средним значениям куда-то для начала. А там посмотрим уже, пока, конечно, рано говорить, но я думаю, что что-то вот такое мы вполне можем увидеть по биточку в ближайший, я не знаю, там год или два. Но, опять же, давайте более локально посмотрим, что происходит на графике. Вот у нас 4-часовой график с Байбита. Я все еще держу свою лонг-позицию. Кто подписан на наш Телеграм-канал, знает, что я не закрывал свои позиции. Вот, собственно, цели по разгрузке этой позиции по биткоину у меня все те же, о которых я говорил. Это примерно 25-30 тысяч долларов. Это ближайшие цели по техническому отскоку. И глобальные цели – это, конечно, предыдущий вот этот вот большой уровень поддержки и сопротивления. Можно сказать, что это восходящий канал. Это, грубо говоря, 40-50 тысяч долларов. Вот такой вот каналчик. Плюс-минус. Куда, я думаю, что мы дойдем? Но об этом говорить, конечно, пока что преждевременно. Как бы вот таких движений, конечно, хочется. Но пока что давайте закроем хотя бы часть вот этого падения. И вернемся к средним значениям 25-30. Потому что я вам напоминаю, что если мы приближаемся, здесь хотя бы на дневной таймфрейм, на глобальном графике, то мы с вами видим, что биткоин упал от самого хая до вот этого лоу очень-очень сильно. На 74,5% сложился биточек. И, соответственно, технический отскок хотя бы на 0.23 уровень – это как раз и будет то, о чем мы сейчас с вами говорим. 0.23 уровень по Fibonacci – это будет как раз зона предыдущей вот этой вот поддержки и первого потенциального сопротивления. Это 29-30 тысяч долларов примерно. Следующий уровень Fibonacci – это будет 0.38. Это будет в долларовом эквиваленте уровень 37 тысяч. Тоже, как вы видите, здесь много поддержки было. И она может отработать как следующее потенциальное сопротивление. Ну а если пробивает, то вот у нас 0.5 уровень – это примерно 43 тысячи долларов. И уровень золотой карман 0.61.8. Это как раз тоже, как вы можете видеть, здесь было сопротивление. Это уровень 49-50 тысяч долларов. Вот, в принципе, те значения, куда может биткоин отскочить в рамках даже вот этого технического отскока, закрыв все вот это падение, чтобы вы понимали. Вот. Но если этот импульс считать закрытым, в плане вот этой коррекции, потому что здесь уже была коррекция, посмотрите, мы… Если считать, что мы отпадали вот досюда, и у нас была коррекция до 0.38 уровня, посмотрите, то мы можем посмотреть по аналогии, опять же. Теперь тогда вот с этого уровня до нижнего, куда мы можем локально поближе отпрыгнуть. И это как раз, опять же, 0.38 уровень, тот, о котором мы только что говорили с вами, в рамках такого же отскока, как мы уже видели на этом даунтренде. Вот, это 0.38 уровень, то есть, грубо говоря, 29-30 тысяч долларов по битку. Вопрос в том, остановимся ли мы там или нет, потому что я думаю, что там многие выйдут и зашортят. В таком случае мы можем полететь сразу дальше. Но это мы увидим с вами чуть позже. Для этого давайте отдалимся на месячный таймфрейм, и я вам напомню еще одну важную вещь. Что на месяце мы все еще с вами удерживаем 78 уровень Fibonacci от Corona Dump до Higher. Посмотрите, мы с вами об этом говорили еще 5 месяцев назад, когда мы его удержали. И что происходит с тех самых пор? Мы не провалились ниже этого уровня. Возможно, что этот уровень станет ультимативной поддержкой для биткоина в этом цикле. И мы отскочим очень сильно, потом, может быть, еще к нему когда-нибудь вернемся, может быть и нет, но в целом, скорее всего, пойдем выше. Вот что сейчас происходит. Тем более, посмотрите, на сайфере у нас тут случился загиб на месячном, такой же, как вот здесь перед зеленой точкой и вот здесь. После них у нас начинался космос обычно. И по RSI мы спустились в рекордные значения, мы спустились ниже двух предыдущих раз вот этих по месячному RSI. Так что смотрите, биткоин находится на рекордно перепроданных значениях, и уж когда, если не сейчас, его накапливать, я думаю, вы сами прекрасно все это видите. Вот почему я продолжаю держать свои позиции. Позиции держу на бирже Bybit, ссылка на которую есть в описании. И обзор по этой бирже тоже у меня есть сверху, сейчас появится у вас. Если вы не видели, обязательно посмотрите его. Вот, позиции все в плюсе, кроме битдау. Битдау докинул чуть-чуть еще контрактов. Посмотрим, как он сейчас отскочит. Я думаю, что отскочит, потому что глобально, но битдау, посмотрите. Просто очевидно в зоне накопления он сейчас находится. Вот и все. Смотрите, давление продавцов ослабевает, соответственно, пружина сжимается. Иксы, как вы знаете, неизбежны. В какой-то момент они начнут происходить, и лучше в этот момент вам быть на правильной стороне рынка, чем вне его. Вот, а как я сюда прилетел, я, собственно, хотел своим поделиться. Это не реклама, кстати. Это я вам просто рассказываю о сумасшедшем сервисе Trawala.com, на котором я купил билеты. За крипту, друзья. Фишка в том, что билеты за крипту. Вот, Буэнос-Айрес, Аргентина. Правда, я сначала купил не те билеты, потом сделал рефанд. Мне сделали прекрасный рефанд на мой аккаунт, как вы видите, вот грине, 2000 тезера. Прикол в том, что здесь можно оплачивать криптой. Ссылку на Trawala вы найдете тоже в описании. Регистрируйтесь по ней. Вы можете бронировать полеты, букинг, отели, жилье, активитис и прочее-прочее по куче стран мира. Классный, офигенный сервис. Вот, и у них, собственно, есть свой токен AVA. Токен AVA, он же Trawala. Он торгуется на всех крупнейших биржах. На Bybit он есть, на Binance. AVA USDT. Давайте его глянем. Посмотрите-ка, на месячном таймфрейме он тоже ушатан в говно. Но, если мы посмотрим дневки, то вроде бы он начинает разворотные движения показывать. Посмотрите, да, у нас сейчас перегретый RSI, но тем не менее, посмотрите, какие палки дает очень хороший это AVA. Кто-то на этих палках даже мне писал, что прокатился из чата. Вон, они стреляют там по 140%, как Dogecoin. Кстати, правильно, Dogecoin. Кто мне пишет, там, Dogecoin. Чуваки, правильно, Dogecoin, вообще Doge. Так читается, потому что это не от слова собака и не от слова Snoop Doggy Dog. Это от слова Doge. Doge это мем такой. Dog пишется Dog, читается. А Dogecoin, читается Dogecoin. Так что идите в жопу, кто этого не знает, или учите им отчасти. Но, тем не менее, по травале, кстати, смотрите, по травале-то мы на самом деле пробили нисходящее сопротивление в целом. Хотя, как его, конечно, рисовать, может быть, еще и не пробили. Может быть, еще и не пробили. Но, тем не менее, по травале тоже мы видим замедление продавца. И это хорошо для нее в среднесроке-долгосроке. Посмотрите, вот у нас есть вот такое нисходящее сопротивление, которое прямо сейчас мы, возможно, и начнем пробивать как раз, друзья. По RSI-у недельному тоже здесь хороший выход. Посмотрите, по Cypher-у тут есть определенная бычая дивергенция по травале. Вот у нас наш Cypher любимый. Зеленая точка. Короче, травала на самом деле to the moon. Я думаю, что... И многие другие монеты тоже to the moon. Да, но это я вам говорю про масс-адопшн, что вот сейчас происходит масса всего принятия крипты, и мы уже покупаем за нее билеты, отели и все остальное. Ну и по битку. Вы, наверное, видели уже вот этот ролик, как чувак Южноафриканской республики, чувак расплачивается на кассе биткоином через Lightning с атошами. Расплачивается с атошами за продукты в крупнейшем сети супермаркетов. Так что, гайз, будущее уже здесь. Если что, будущее наступило. Но оно наступает пока еще на пятки. Thank you so much. Прошлому, понимаете? И можно еще успеть... Вот, он говорит, очень-очень клево. Можно еще успеть, короче, вписаться в этот последний вагон этого уходящего поезда, который просто превратится в ракету скоро. Понимаете, друзья? И Федрезерв ничего не сможет с этим сделать. И никто, кроме вас самих. Поэтому очень важно, конечно же, накапливать беточки, складывать их на холодный кошелечек, это мантра, которую я вам пою бесконечно и буду продолжать. Потому что это то, что является конечной целью вообще в мире крипто. Вот. Ну что еще посмотрим? Давайте, которые лонги у меня открыты, их и посмотрим, если вы не против. А на следующий выпуск напишите мне монеты внизу, которые бы вы хотели посмотреть. Dash. По Dash, кстати, тоже очень крутые темы происходят. Вышел видос про Dash. Золотой стандарт DAO. Про Dash в главной роли. Посмотрите, у нас на втором канале обязательно вот там сейчас появится видос. Если кто не знает, у нас есть второй канал и телеграм-канал, на который нужно обязательно вам быть подписанным, чтобы получать всю вот эту движуху. Тут много уникального контента. Также у нас есть второй канал, CryptoCommons 2.0, где ежедневно выходят обалденные видосы, переводы зарубежных видосов о криптовалютах специально для вас. Поэтому проверьте подписочку на наш второй канал и обязательно смотрите. Вот у нас там недавно вышел ончейн анализ от Glassnode. Спасибо ребятам с канала BlaBlaCrypto, что делают переводы практически каждый день. Вот про Glassnode очень много фундаментальных тоже бычьих показателей. Про то, что действительно похоже, что капитуляция уже была, и мы сейчас формируем глобальное дно. Короче, посмотрите обязательно все эти видосы. Ссылку на второй канал найдете в описании. Вот, и по Dash, говоря про это, тоже офигенные движухи происходят. Три зеленые точки на недельках, бычий дивер, опять же, и походу готовность к полету в космос. При этом, что мы смотрим на месячном таймфрейме, и мы видим зеленую точку и разворот на RSI. Короче говоря, тут по многим альткоинам, не только по Dash, это все смотрит на перехай вот этой вот прошлогодней вершины. Это лично мое мнение. Никому его не навязываю, но делюсь с вами. Вы принимаете решение сами. Что, как с этим всем делать? Вот, короче, по Dash ожидания прекрасные, потому что он очень сильно перепродан. Аудио. Аудио тоже я взял, но вот аудио пока что на месячном показывает нисходящий даунтренд. Тем не менее, мы пробились из клина уже, смотрите, на недельках. Наверное, видно, что что-то происходит. Пока мы пробились вбок на зеленых точках и на потенциальном дивере, который пока, конечно, не является дивером, потому что мы здесь опустились уже ниже и по хайконаши, и по обычным свечкам тоже. Да, это не дивер, но это потенциальное двойное дно с медвежьей ловушкой, друзья. Это паттерн, когда мы формируем дно, потом его не удерживаем. Сейчас по мане, по сэндбоксу такая же фигня, по многим монетам. Делаем как бы типа заходной в шорт, но на самом деле это заходной в лонг, ложный пробой, и мы улетаем. Короче, жду все равно ту-зэ-муна, друзья. И вы будете смеяться, но ту-зэ-мун побеждает в долгую, потому что шортисты все оказываются у разбитого корыта в долгую всегда, а лонгисты выигрывают, друзья. И это не сказки какие-то, это реальность, которая действительно происходит, если вы посмотрите на графики в долгосроке. Потому что биткоин побеждает. Вот вам еще одна формация двойного дна, которая у нас была в 2015 году, 2019 году, и в 2022 потенциально сейчас мы ее формируем. Да, у нас уменьшающаяся коррекция в медвежьем рынке была 86%, 84%, 74%. Почему бы и нет? У нас и не было таких высоких возвратов. Может и не быть таких жестких дампов, которых все сейчас ждут. Вот. Поэтому, друзья, дисклеймер, не финансовый совет. Ravencoin тоже я придерживаю. Думаю, что он может показать очень хороший рост. Думаю, что это все была разминка. Его сейчас просто сдули. Потому что, опять же, если вы уберете экстремума и посмотрите по минимумам, то вот у нас есть все еще восходящая поддержка. Если даже вот так смотреть, то мы ее пробили вниз. И я думаю, что потенциально ложно, опять же, мы ее пробили. Потому что мы вот сидим на сильном уровне, который был у нас вот здесь. Короче, по Raven, я думаю, если он сейчас начнет расти, то он перепишет вот эту вершину тоже просто как будьте здрасте. Но дисклеймер, не финансовый совет, ребята. Все ссылки в описании. Спасибо, что смотрите. Это Гриня, канал CryptoComments из Аргентины. Чуть-чуть офигевший. Буду приходить в себя. Добавляйтесь к нам в Telegram, подписывайтесь на канал, ставьте лайк всем профитролей. И до встречи в следующих видосах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok